Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Я объяснял свою ситуацию на самом деле, но мне не трудно, я могу вам объяснить. Я человек, ну как вам сказать, я понимаю, что у вас работа своя, у каждого своя работа. Я ученый. Сейчас мы пишем определенным образом, там у нас, ну диссертацию хорошо, диссертацию не хотел рассказывать, конечно, боюсь сглазить. Вот. И у меня сейчас не до этого. Вот в буквальном смысле мне вот эти деньги, мне, знаете, не могу я на них отвлекаться сейчас. Дайте мне перерыв. Перерыв мне нужен небольшой. Я думаю, что я, ну, небольшой перерыв мне нужен, чтобы я с мыслями собрался и закончил дело очень важное. И, конечно же, там потом будем продолжать сотрудничество с вашим великолепным банком. Русский стандарт. Этот факт не могу подтвердить вам. Дальнейшее сотрудничество ни с одним банком Российской Федерации, возможно, нет. А зачем мне эти сотрудничества с банками Российской Федерации? У нас тут инвесторов хватает, наше руководство, инвестиции, да инвестиции. Но это не мое дело, конечно. Они тут бегают, бегают, слушайте, бегают, бегают и вот это, инвестиции, они говорят, изыскивают. А нам зарплату платят, они думают, что они нам платят зарплату. Сказать по секрету, сколько мы получаем зарплату. Я понимаю, конечно, действительно, ситуация у вас серьезная. Возможно, непосредственно вы каким-то образом неялись себе обязательства. Я суждаю с мыслями о диссертации. Вот обедаю, кушаю суп и опять о диссертации. Я думаю, вот это вот картофель плавает. Подождите, подождите, картофель. А, ой, простите, в дебы я опять полез. Я как только слово диссертация говорю, так я у меня уносит. Вы меня останавливайте, останавливайте, милая моя. На какие денежные средства приобретается картофель, который вы употребляете, Алексей Юрьевич, если вы заняты только диссертацией? Кто помогает? А так у нас там столовая студенческая. Я-то, мне-то уже 44 года, но я все равно такой, знаете, ну, моложавый. Я моложавый такой, я шально, я могу еще и студентку какую-нибудь взять, ляпаю. Вот, по ягодицам. Ну, такой я. Ну, вот. И там я могу и покушать. И у нас тевтели бывают еще вкусные. Подождите, вернемся все-таки к вопросу. Банк вам требования выстрел на сегодня. Не, вы спросили про картофель, я вам ответил. Да, я услышала, да, услышала. Сегодня оплату производите, Алексей Юрьевич? Сегодня? Ну, душечка, ну мы же с вами хотим обсудить, как мне сделать так, чтобы я мог спокойно сосредоточиться на своей работе. Нет, мы этого совсем не хотим, Алексей Юрьевич. Мы для других целей с вами связаны. И как же? Вот вы сидите сейчас по телефону говорите. А как вы думаете, благодаря чему вы вообще можете разговаривать по телефону? Благодаря людям науки, таким, как я. Деньги банку верните и занимайтесь наукой дальше. Алексей Юрьевич, сейчас... Так я же не отказываюсь. Бог с вами. Вы что, решили, что я бандит-проходимец-разбойник? Я деньги не хочу возвращать? Нет, 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 нет. Я не могу деньги. Нет, 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 нет. Вот сейчас, если вы не готовы в добровольном порядке решать сегодня вопрос, на данный момент, банк суфиксирует ваш односторонний отказ в выполнении вами обязательств. Как кто вам сказал, почему вы делаете такие-то постижные выводы в добровольном порядке? Я согласен вернуть деньги в добровольном порядке, но у меня сейчас нет возможности вернуть эти деньги. А требования банки ставятся неизмен. Сегодня необходимо оплату производителей. Смотрите, у меня мама все мои деньги забрала, выдает мне по 150 рублей. Мама забрала. Давайте с мамой свяжемся. Пусть она за вас сегодня... Да вы можете связаться с мамой, она вам подтвердит, что она мне выдает 150 рублей в день на дорогу. И все. Я покупаю еще один беляж, но это один раз в неделю я откладываю. Мама, телефон, пожалуйста, предоставьте. Как я вам заплачу ваши 2090 рублей? Ваши, ваши. Что ваши, Маша, Маша? Деньги банка вы задерживаете? Ну я и говорю, как я вам их заплачу, скажите, пожалуйста. Сейчас, Алексей Юрьевич, телефон мамы, продиктуйте, пожалуйста. Телефон мамы, я... Ха, она мне потом знарует. Мама-то у меня, ой-ой-ой, какая. Телефон мамы. Я вам сейчас предиктую, и что? А потом мне домой не возвращаться, да? Нет, давайте вы сначала мне телефон своей мамы предиктуете. Я перезвоню вашей маме, и от Машей маме предиктую телефон своей мамы. Дело в том, что мама маму друг друга поймет. Вы усложняете, Алексей Юрьевич. Хорошо, у нас все есть номера в анкетной... О, а зачем вы тогда спрашиваете? Вы там идиотка, что ли? Вот звонят какие-то интригантки постоянно. Говорит, дай телефон, а потом говорит, у меня есть телефон. О, давайте не будем угадываться, давайте по делу, конечно. Давайте о деле поговорим. Слушайте, у меня мысль, пока мы с вами говорили. Я могу у коллег перехватить. Это возможно? Ничего страшного, если я у коллег перехвачу. Скажите еще раз, какая сумма? Конечно, конечно. 2 616 рублей 93 копеек. А, ну ладно, можно же аккумулять. Можно же 2 020 рублей. 2 620 рублей. О, простите, простите. 2 620 рублей тоже можно, да? Да, если эту сумму вносит банк, если прекращает по взысканию, вы спокоитесь, дальше занимаетесь вопросом написания уже диссертации. Так, давайте тогда, что значит дальше? Значит, что я должен потом сделать? Я беру эти деньги. Да, в отделение банка их несете. В Санкт-Петербурге могу подсказать ближайшее к вам отделение банка. Если вам далеко от отделения банка, можете в Санкт-Петербурге. Я сейчас нахожусь в области. В области и совершенно далеко я, естественно, от Санкт-Петербурга. И в ближайшее время я не планирую туда ехать. Что мешает? Что мешает диссертация, душечка, диссертация. Подождите, Алексеевич, мешает, что маме позвонить и попросить, чтобы она с ваших денег заплатила за вас. Ой, боже упаси, боже упаси, мама не должна знать ничего. Ничего, давайте мы с вами договоримся. У вас же тоже мама есть? И вот смотрите, мама узнает, что я должен 2 100. Да не поможет вам решить вопрос банка. Да не надо, я с коллегами этот вопрос лишу. У меня знаете, сколько тут в институте девчушек, девчули молодые, они меня любят. Они мне так и говорят, что надо, подходи. Вот так говорят. Вот к этим девушкам, которые готовы вам помочь в любую минуту, обращайтесь. Они мне один раз, я вам расскажу историю забавную. Они меня один раз затащили к себе в комнаты в общежитие. Нет, нет. Я такого в жизни не видел. Я потом маме рассказывал, она убежала на кухню и говорит, ты что такое делаешь? Ты мне еще в подоле принеси, она мне говорит. Как, что это значит? Стоп, стоп, Алексей Ильич, мы не для этого с вами связываемся. На сегодняшний день срок 6 августа 2016 год. Вы оплату производите, да, либо нет? Краткий ответ. Я вам не могу пообещать, но я сделаю все необходимое для того, чтобы вы не беспокоились. Как ваше имя, отчество? Отскажите, пожалуйста. Меня зовут Самопалова Елена Александровна. Самопалова? Да, либо нет. А плодопроизводите, либо нет. Нет, Самопалова? Самопалова? Да, да, да. Самопалова. От слова «сама» палит. У меня очень много опытов, которые связаны с разогревом всевозможных химических смесей, и мы их самопальные называем. Вы отвлекаетесь от темы, Алексей Ильич, да, либо нет? Сегодня, 6 августа. Нет, сегодня, но вряд ли получится. Нет, сегодня уже у нас конец дня, у меня уже... Сегодня же суббота. Я тут в здании университета практически один-одинешенько. У нас Клавдия Михайловна, ну, на вахте сидит, там, мадмузель такая, знаете, она бывшая такая вот, жена декабриста, что ли. Такая худенькая, стройная. Ну, я на таких не западаю. Как представлю себе, аж мурашки по коже. Такая, ну, она на меня поглядывает. Алло, алло, алло. Алексей Ильич, мы с вами вынуждены попрощаться. Почему мы не выяснили, как... А что, не надо платить, что ли? Нет, конечно, надо, я мчему озвучила. Чего там озвучила, я ничего не понял. Если я нахожусь в Инге-Сепе. Продолжение следует. Продолжение следует...